АПЛОДИСМЕНТЫ Высота метр тридцать, ширина шестьдесят сантиметров, в основании 110, вес шестнадцать килограммов. Дизайн чаши выполнен в идентичном олимпийскому факелу стиле, в серебристом и красном цветах. Сегодня она торжественно передана в дар горожанам. После эстафеты чаша станет частью наследия игр. Будет напоминать об участии региона в самом масштабном марафоне в истории зимних олимпиад. Рад преподнести сегодня в дар жителям Белгородчины чашу олимпийского огня. Чаше предстоит зажечься от факела священного огня Олимпиады, после чего эта чаша остается в городе Белгород и будет символизировать, что в этот день город Белгород стал столицей, настоящей столицей Олимпиады. Пока не решено, в каком месте Белгорода будет находиться чаша после эстафеты олимпийского огня. Это может быть Южный парк на Харьковской горе, либо Новый Ледовый дворец спорта, который откроется в районе городского пляжа в 2015 году. Отметим, Белгород станет 114-м городом в стране, через который пройдет эстафета огня Сочи-2014. Главное спортивное событие года состоится уже 17 января. Областной центр второй раз в историю, достоин чести принимать главный символ Олимпиады. Нам жизнь дала уникальную возможность прикоснуться к олимпийскому огню, символу воли и духа единения. В связи с этим 17 января в Белгороде объявлено выходным днем, то есть не только для организаций белгородских, но в том числе и для областных организаций. Губернаторам подписано распоряжение об объявлении данного дня выходным. Ну и приглашаем вас всех принять участие в эстафете Олимпийского огня и церемонии зажжения городской чаши Сочи-2014. Как рассказал заместитель главы администрации Белгорода по социальной внутренней политике Александр Гармашев, все работы, которые связаны с подготовкой улично-дорожной сети и самой трассы эстафеты до пятницы, будут выполнены в полном объеме. Кроме этого, введен ряд ограничений с передвижением автомобилей в ряде районов города. Маршруты общественного транспорта также будут изменены. Также будет запрещена парковка на улицах, где пройдет маршрут эстафеты. Особое внимание власти города уделяют обеспечению безопасности. Мы изготовили специальные ограждающие конструкции, турникеты. Маршрут эстафеты будет ограничен специальной брендированной лентой эстафеты Олимпийского огня. Там, безусловно, будут сотрудники полиции. Олимпийский огонь прибудет из Курска в Белгород спецпоездом. Маршрут эстафеты составит почти 35 километров. Он проложен таким образом, что пройдет практически через все знаковые места областного центра. По маршруту запланированы и промежуточные места празднования. Возле спортивного комплекса Хоркина будет час двадцать технический перерыв. И в это время будет очень интересная программа, которая готовится силами Белгородского государственного университета. Короткая, но, я уверен, не менее интересная шоу-программа будет на Дворце спорта «Космос» силами волейбольного клуба. Интересные мероприятия будут возле филармонии. Там будет очень интересный факелоносец, тоже известный для нас всех человек. Но тоже это пусть будет сюрпризом. Главный символ первой российской зимней Олимпиады по улицам и проспектам города пронесут 180 факелоносцев. Первым станет многократный чемпион в смешанных единоборствах Федор Емельяненко. Он будет встречать огонь на железнодорожном вокзале. Завершит эстафету волейболист Белогорья, обладатель четырех олимпийских медалей, чемпион Олимпиады в Лондоне 2012 года Сергей Тетюхин. Он зажжет чашу олимпийского огня. Мне очень приятно, потому что и мне выпала большая честь нести огонь олимпийский. Очень ответственно для меня, очень почетно. И, в общем-то, я мечтал всю жизнь участвовать в олимпийских играх. И сейчас такой шанс выпадает, что можно еще и пронести олимпийский огонь. На Соборной площади для белгородцев будет организована промо-зона, где все желающие смогут сфотографироваться на фоне символики Олимпиады с известными факелоносцами. Завершится финальное празднование фейерверком. Из областного центра эстафета Олимпийского огня Сочи 2014 направится в Воронежскую область. Надежда Дурнева, Евгений Северинов. К этому часу Белгород. Продолжение следует...